Здравствуйте, дорогие товарищи! В последнее время поступает много вопросов о том, как отнестись к проекту изменения Конституции и как относиться к выборам, или к референдуму, или к опросу, или плебисциту иногда называют этот процесс, по поводу Конституции. Значит, во-первых, надо сказать, что это не референдум и даже не плебисцит, а это такой опрос населения, опрос народа, как он относится к этим поправкам. И Путин настаивает, что эти поправки в Конституцию будут приняты только при том непременном условии, если большинство проголосует, значит, за все эти поправки. И, конечно, это очень важно, если бы речь шла о действительно серьёзном принятии изменений, значит, в действующих Конституциях. Но дело в том, что здесь мы имеем дело не с Конституцией, а с документом, который подбросили советскому народу ещё тогда в девяносто третьем году под названием Конституция. На самом деле эта бумага, сотворённая, если верить организаторам и самому Шахраю, Шахраем был такой помощник у Ельцина, которая не обсуждалась с народом, которая выскочила в последние недели, тут и дни перед голосованием в девяносто третьем году, в декабре девяносто третьего года, и поэтому не может считаться проектом Конституции. Конституция – это серьёзный документ, который долго готовится, долго обсуждается в средствах массовой информации и потом принимается референдумом. Мы имеем здесь не такую ситуацию, поэтому главная цель вот этого опроса, который, значит, собирается провести Владимир Владимирович Путин, заключается в том, чтобы сделать легитимной Конституцией, потому что Конституция, которая называется сейчас вот этим именем, она на самом деле не Конституция и не принята была в декабре девяносто третьего года. Она нелегитимна, эта бумага, этот документ, он нелегитимен, и Путин и его помощники, как юристы в значительном количестве, они вот это понимают, что она нелегитимна и она не служит надёжным основанием для всего юридического строя, значит, современной России. Поэтому главное, что они хотят, они хотят придать легитимность на конец Конституции, чтобы народ высказался сознательно за Конституцию. Раз её поправили, с поправками её теперь принимают как новую, и это уже будет действительно легитимный документ. Но тот документ, он был нелегитимен ещё и по тому основанию, что там в течение девяносто третьего года обсуждалось четыре проекта Конституции, пять проектов Конституции, значит, и они обсуждались довольно долго, всерьёз, и население готовилось к тому, что из пяти этих проектов выберется какой-то один. В результате эти проекты были отброшены фактически, вброшен вот этот новый, неизвестно откуда появившийся проект, так называемый проект Шахрая, и не спросили вы за проект Конституции с тем, чтобы сделать его действительной Конституцией, а спросили вы за Конституцию Российской Федерации. В то время Конституции была только Конституция Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Поэтому граждане проголосовали не за проект, а за Конституцию действующую. Раз их спросили, вы за Конституцию? За Конституцию. Конституция только одна, Конституция РССР. Теперь документы об этой Конституции были, я думаю, специально сожжены, так или иначе они пропали, концов их нету, а председатель избирательной комиссии, центральной избирательной комиссии, он быстренько уволился со своей должности и был направлен послом в одну из республик. Поэтому нам оставили бумагу, которая нелегитимна, которая не имеет под собой народного изъявления сознательного, она построена на обмане, ее протащили на политические наперсточники. Поэтому жизнь наша такова. Вот 27 лет этой Конституции и все еще не может правительство восстановить экономику, поскольку этот документ он и не настраивает на строительство экономики, на строительство счастливой демократической народной жизни. Она и принята как обман народа и по структуре и по содержанию. Поэтому, когда сегодня ставится вопрос об ее изменениях, то главный интерес тут заключен в том, чтобы Конституция наконец стала легитимной, а потом уже там какие-то новации. Но из главный вопрос сводится к тому, чтобы изменить всю систему власти в России. То есть это на самом деле идет такой конституционный переворот, вот уже более месяца. Смена правительства без советов с партиями, назначение премьером без совета с партиями, без какого-то учета партийного мнения, без так того, чтобы поручить сформирование правительства лидеру какой-то партии, уже проверенной народом, а опять очередной премьер вытащен из кармана, поставлен, вот вам товарищи, вам начальник, премьер-министр. Значит, ну и суть заключается в том, чтобы создать так называемый Государственный Совет, который бы фактически выполнял роль над Государственного Совета. Почему? Потому что государственные советы уже есть. Первый Государственный Совет – это Федеральное Собрание. Это Совет Федерации. Значит, Совет Федерации – это Совет, Совет Федерации, Государственный совет без всяких скидок, без всяких запятых. Второй – это Государственная Государственная Дума, она тоже Государственный Совет. Ну, Дума и Совет – это где-то тут близкие значения. И по смыслу, и по существу, скажем, в Советском Союзе это был Верховный Совет. Теперь, Федеральное Собрание, как единство Совета Федерации и Думы – это тоже Государственный Совет. И тут громоздится ещё какой-то, значит, один Государственный Совет. Ну, это чехарда Советов, и это не украшает творцов какой-то новой политической системы России. Во-вторых, значит, все функции государственные, они уже распределены. Законодательную функцию у нас выполняет Государственная Дума. Законодательная функция заключается в том, чтобы издавать законы. Законов у нас, горы издаёт Государственная Дума, в поте лица, значит, там по каким только поводам не, значит, создаёт она законы. И нужным, и ненужным. Она сама уже запуталась в законах, а население уже на них вообще перестало реагировать. Вторая функция государства и государственные органы – это исполнительная власть, правительство. Причём у нас фактически президент является правителем, у нас президентская парламентская республика, и президент – главное лицо, и он управляет реальным министром. Значит, она исполнительная власть, она исполняет и управление, и госуправление, оно и сводится к выполнению тех законов, которые Госдума приняла. Третья, ведь власти – это судебная власть, у нас есть вся судебная система, она более-менее отработана, отшлифована, она выполняет свои функции, она находится в тесном контакте с президентом, и тоже тут никаких изменений, это не требует система. Нет, понадобился некоторый государственный совет, который сейчас маскируется в совет регионов, совет субъектов и руководителей субъектов власти. На самом деле, такой совет уже есть, совет федерации – это и есть собрание представителей субъектов федерации. А это будет некоторый надгосударственный совет, элементы которого уже есть сейчас, скажем, совет безопасности. Это и есть сейчас такой орган, который фактически основную законодательную базу и создаёт. И он является руководящим инициатором всех важных законодательных инициатив. Но вот эта система, которая составляет такой стратегический блок управления, вот она сейчас и будет возглавлена вот этим государственным советом. Хотя некоторые маскируют его, что вот этот государственный совет, он будет одним, так сказать, из таких вроде, существовать наряду с другими государственными органами. На самом деле, это может быть только надгосударственным органом. Он будет давать указания, руководить, управлять, командовать, а им никто командовать и руководить не будет. И функции президента, и роль президента, она значительно уменьшится. Причём спайка президента, премьер-министр, она фактически уже есть, она уже сформирована вот в этом Совете Безопасности, который сейчас уже существует. Почему? Потому что туда введён Медведев, бывший премьер-министр, он введён в качестве заместителя председателя, то есть Путина. А в этот же совет, значит, будет входить, как член этого совета, Мишустин. То есть, по смыслу этих должностей, Мишустин будет в подчинении, значит, Медведева. Поэтому эта спайка президент и премьер-министр, она есть уже сейчас вот в этом элементе. Коснись чего Путин остаётся председателем Государственного Совета, Медведев – президентом, а Мишустин – его премьер-министром. Поэтому вся эта, значит, система в качестве второго элемента, она имеет второй цели, одной из двух главных целей, значит, цель сохранения власти Путина на долгие годы. Таким образом, и без того единоличная власть, которая утвердилась в России со времён Ельцина, Ельцину вручили фактически диктаторскую власть. Он мог делать всё, и, значит, он разорял всё советское, что мог, и разорили, что называется, до основания, в том числе всю экономику. Но и этого, видите, мало. Мало индивидуальной власти, мало личной диктатуры. Её укрепляют. Укрепляют за счёт того, что создают вот этот орган, и в нём, значит, сверхавторитетный дважды президент и премьер-министр, и председатель Совета Безопасности Владимир Владимирович Путин. Ну, как говорится, может быть, так и будет, но я думаю, что этот государственный переворот, он не даст ничего хорошего. Почему? Потому что опыт таких переворотов, он уже был в истории, в том числе и у нас. У нас он, его сделал Горбачёв, когда в 90-м году создал тоже президент Государственный совет, и в этом Государственном совете было избрано от всяких общественных организаций, значит, сто, по-моему, человек. Вот. И этот совет избрал его президентом. Это был конституционный переворот. Значит, он отбросил в сторону советскую социалистическую конституцию, избрал вдруг президента в советском государстве. Это нонсенс, это преступление, это переворот. И этот переворот тоже его не спас. Он только обозначил близкий конец Горбачёва. И через год с небольшим Горбачёв, как президент, прекратил своё президентское существование, но, к сожалению, вместе с ним и Коммунистическая партия, и Советское государство. Такой же переворот сделал в своё время Луи Бонапарт. Это был такой племянник Наполеона Бонапарта. Значит, в 1848 году в результате контрреволюции он стал президентом, первым президентом Второй Французской республики. Значит, через год, видя борьбу партии и неспособность партии к серьёзному руководству, видя их такое бессилие и взаимное такое уравновешивание, он выбрал вот эту политику лавирования их, сталкивание их лбами, такое презрение, выражение публичного презрения к ним. И через год законодательное собрание разогнал в 1952 году. Разогнав законодательное собрание, объявил себя императором. И с тех пор проправил 18 лет. А всего стало быть почти 20 лет. Ну и Владимир Владимирович, вот он проправил почти 20 лет. Сейчас совершает этот переворот, а его подпевалы уже прочат ему императора. Не дали, как в субботу, в программе «Право знать» известный такой российский публицист Евгений Сатановский нам, так сказать, объяснил, что Россия, она вообще империя. У нас была царская империя, потом была вторая советская империя, теперь вот у нас третья, значит, будет настоящая, дескать, империя. Так что империя у нас, можно сказать, по некоторым предположениям уже есть. Дело за императором. Ну вот император готовится, хотя, может, он и будет так называться. Не будет им Путин такой достаточно умный, остроумный человек. Найдёт, может быть, какое-нибудь другое название. Но функция, конечно, именно та. Хотя, мне думается, это всё-таки не движение вперёд по какой-то карьерной лестнице. Такой лестницы нет, такую лестницу он огородит сам, а это движение вниз. И как Наполеон, Луи Наполеон, Наполеон Третий, кончил свои дни очень плохо, значит, его сначала пленила германская армия, потом он отпросился у них, откупился в Англию, и там в Англии через три или четыре года умер в возрасте 64-х лет относительно молодым, видите, человеком. Поэтому я думаю, что и Путин зря он, так сказать, вот эту лестницу строит. Эта лестница не вверх, это лестница вниз. И я, к сожалению, это должен констатировать. Идти ли на голосование? Я думаю, что нет, идти трудящимся, гражданам, сознательным на этом голосовании делать нечего. Потому что если вы за, то это вы легитимизируете, идёте легитимизировать или легитимировать, как говорят, значит, вот эту подделку старую. Если вы против, значит, этих изменений в Конституции, значит, вы по типу утверждаете предыдущую подделку. То есть в любом случае вы участвуете в каком-то наперстнотеществе, и вас там, как, значит, желающие выиграть, обманут. Поэтому сознательные люди, они, конечно, в этом деле участвовать не будут. Вот они на голосование просто не пойдут. Но поскольку мы живём в буржуазном обществе, и общественное сознание, господство ещё у нас буржуазное, поэтому большинство, некоторое, может быть, не большинство, абсолютное, но большая часть, конечно, на выборы придёт, и её голоса засчитают за выборы и протащат этот, значит, новый вариант Конституции, эти изменения в Конституции. И Владимир Владимирович, значит, может быть в этом отношении спокойно, ему его лавры эти отдадут. Но дадут ли они что-нибудь для России или для него, я не только сомневаюсь, а я уверен, что ничего не даст это ни России, ни ему лично. Дать может только кардинальное изменение политической и социально-экономической системы. Причём политическая система старая, которую Путин строил 20 лет, он её фактически обрушил. То есть, вот он создал 4 партии парламентские, значит, теперь на них можно было бы положиться, поручить победившей создание правительства и дальше вот эту демократическую буржуазную, хотя и буржуазную, но демократическую линию развивать. Он не пошёл по этому пути. Он, значит, с презрением отбросил партии, плюнул, можно сказать, им в душу. И они как оплёванные теперь перед народом, что с ними не посчитались, не посоветовались. И дальше, конечно, что с такими презренными партиями делать, их только разогнать. Вот, поэтому, конечно, он проголосует. Но ничего хорошего для нашей страны, для экономики, для граждан это не несёт. Поэтому это повод задуматься о том, что с нами происходит, что мы как народ должны делать. Мы, народ, можем быть только организованным народом. Неорганизованные народы теряют не только государство, но и самостоятельность, и теряются в истории. Я думаю, что всё-таки великий русский народ в союзе с братскими народами, в котором он живёт уже не одно тысячелетие, найдут способ организоваться и решить и политические, и конституционные вопросы таким образом, чтобы это решение устроило все народы, всех людей доброй воли и, прежде всего, трудящиеся классы, и, главным даже образом, рабочий класс. Спасибо. 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 Спасибо.